Волшебник Крошечка-хаврошечка. Русская сказка. У одной бедной вдовы была дочка-хаврошечка. Жили они счастливо, да пришла беда. Заболела вдова и умерла, оставив дочку сиротой. Взяла к себе девочку тетка. А у тетки-то у самой было три дочки. Старшая одноглазка, средняя двуглазка, а младшая трехглазка. Плохо жилось крошечке-хаврошечке. Одевали ее в лохмотье, над работой морили, куском хлеба попрекали. Совсем бы была беда сиротинушке, если бы не осталась ей после матушки родимой корова, которая во всем ей помогала. Задаст, бывало, тетка, крошечки-хаврошечки, напрясть, наткать, набелить полотна. А девушка пойдет в поле, обнимет свою коровушку и скажет ей. Коровушка, буренушка, приказала мне тетка напрясть, наткать, набелить полотна. Помоги мне. А коровушка ей в ответ. Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Все будет сделано. Вылезет хаврошечка из ушка, а у нее уж все готово. И наткана, и набелена, и скатана. Тетка только девица, когда хаврошечка это все делать успевает. Попрячет все в сундук, а ей еще больше работы задаст. Но сколько бы она ей не давала работы, хаврошечка все делает к сроку. Задумала тетка узнать, кто сироте помогает. Вот зовет она к себе старшую дочь, одногласку, и говорит ей. Дочка моя милая, погляди, кто сироте помогает, кто ей ткет и придет. Пошла хаврошечка в поле. Одногласка с ней вместе увязалась. Легла в поле на травку под кустик. А хаврошечка села рядом и приговаривает. Спи глазок, усни глазок. Одногласка заснула. Пока она спала, коровушка всю хаврошечкину работу сделала. Пришли девушки домой. Спрашивает мать одногласку. «Ну говори, дочка, что ты видела?» А дочка ей отвечает. «Прости, матушка, разморилась я на солнце, заснула и ничего не видела». Рассердилась мать. На другой день послала среднюю дочь, двугласку. Это тоже улеглась в тени под кустом. Приказание матери забыла. Лежит, дремлет, а хаврошечка ей приговаривает. «Спи глазок, спи другой». Коровушка всю работу сделала, а двугласка все спит. Разбудила ее хаврошечка. «Пойдем», — говорит. «Домой пора. Я всю работу сделала». Не узнала и от второй дочери тетка, кто сироте помогает. Рассердилась она и послала на третий день свою младшую дочь, трехглазку. Пришли девушки в поле. Посидела, походила трехглазка. А потом легла под кустик, лежит, потягивается. А хаврошечка приговаривает. «Спи глазок, спи другой». А про третий забыла. Два глазка заснули, а третий все видел. Пришла трехглазка домой и рассказала матери все, что видела. Пошла тетка к мужу и говорит ему. «Ступай, режь корову». «Что ты, жена, выдумала? Корова хорошая, жалко. Вслушать ничего не хочу, режь». Пошел он нож точить. А хаврошечка кинулась к своей коровушке. Обнимает ее, сама слезами обливается. «Коровушка, буренушка, хотят тебя колоть. С кем я теперь, сиротинушка, останусь?» «Не плачь, девица, слушай, что я тебе скажу. Ты моего мяса не ешь. Косточки мои собери и зарой их в саду. Да помни, каждый день их ключевой водой поливать надо». Радуется тетка, что теперь некому хаврошечке помогать и в волю над ней потешается. А хаврошечка сделала так, как коровушка ей приказала. Мясо не ела, косточки в саду зарыла и каждый день ключевой водой поливала. Выросла у нее в саду яблоня, густая, развесистая. Висят на ней яблочки наливные. Всякий, кто мимо едет, останавливается, любуется. Случилось раз, гуляли в саду девушки, а мимо сада ехал богатый барин, молодой красавец. Увидел он чудные яблочки и говорит девушкам. «Здравствуйте, девицы-красавицы!» «Хороши у вас яблочки!» «Которая из вас мне яблочко даст, то я замуж возьму!» Кинулись сестры к яблоне, а ветки с яблоками все высоко-высоко поднялись. Прыгают-прыгают сестры вокруг деревца, а яблочко достать не могут. А подошла хаврошечка к деревцу. Веточки к ней сами наклонились, яблочки сами в руки ей падают. Подала она яблоко барину, взял он ее за белую руку, посадил с собой рядом в коляску и увез к себе от злой тетки. Вышла хаврошечка за барина замуж, и стали они жить-поживать, да добра наживать. Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец!